Hello everybody, hi my students, hello friends. Сегодня мы попробуем с вами пробежаться по росе, да? Пробежаться по росе. Ну, какая у нас тут вот роса-то? Росу нам всё время в Госдуму преподает эту росу. Не знаю, куда дел эту росу. Вот, наверное, тут. Сейчас мы пробежимся по графским развальным с Пифагором. Тут у нас один арестован в день рождения, фактически, 21-го. День рождения был у него вчера, а 20-го, как раз вот где минимум-то был у нас на графике Пифагора стабильности. В дополнение ко всем этим перипетиям и Навальному там и всего тому было, значит, арест депутата МГД Мосгордомы с такой графской фамилией Шереметьев. Ну, здесь небольшая одна буква, но не знаю, что она решает, потому что в энциклопедии написано Шереметьевы без мягкого знака. Шереметьевы, да? Шереметьевы. А у него фамилия вот в ютубе пишется как Шереметьев. Шереметьев. То есть в чём разница, да? Хотя портретное сходство с этими теремисами, которые были раньше, вот этими графями Шереметьевы, есть у него с каким-то этим предком Шереметьевы без мягкого знака, они, значит, были. Ну, может быть, раньше какой-то английский манер был, это произнесение фамилий перед буквой, перед буквой И, русская Е, да? Перед буквой И согласные consonant sounds не смягчаются. Поэтому, наверное, были Шереметьевы. 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 А Т – альвеолярный звук. Ну, это детали такие, которые только я ещё и не знаю, надо ещё изучить. Ну, это существенное значение имеет как написание, как произношение. И родословие-то, оно есть в энциклопедии, в Википедии «На Шереметьевы без мягкого знака». Ну, а речь-то мы сейчас послушаем. Это очень интересно, вот, в реальном времени послушать и обсудить этот вопрос очень даже интересно будет, мне кажется. Сейчас найду эту запись. В Мосгордуме он выступает пять месяцев назад, когда как раз начались… Мы выясняем причины, почему его арестовали в день рождения именно. Ждали пять месяцев, когда у него будет день рождения, чтобы наглядывать к нему, посмотреть, чем он там разговляется, да? По-графски он разговляется или нет? Тем более, там обвинение у него было в похищении каких-то там сумм. Вот, давайте послушаем, что он там говорил, за что он арестован, собственно. Крайнее возмущение в том, что наш народ держат совсем уж за тупое быдло, которое можно так дёшево развести. Заигравшиеся политтехнологи на полном серьёзе решили, что форсинки с калинами уже воспитали поколения оболваненных потребителей, а всякие Кесаяны, Симоньяны, Бабаяны с прочими Шоловьёвыми вышибли уже последние мозги из старшего поколения. Уважаемый коллега, я вам напоминаю, что мы не обращаемся к присутствующим депутатам в зале… Я ни к кому не обращаюсь. Нею надеяться, что они крупные… Чувствуете, что здесь и сразу идёт председательствующий его сразу одёргивает, а председательствующий сидит и рядом ещё сидит сопредседательствующий в президиуме сидят. Двое пока сидят, да? Ну вот его отдёрнули уже первый раз. Далее слушаем. Значит, он прокатился по этой всей пропагандонской системе и по оболванию нелюдей. Ошибаются. Это самая дешёвая разводка на уровне «Оспорим» слабо спрыгнуть с двадцатого этажа, рассчитанная на людей, совсем разучившихся включать и использовать свои умственные способности. В одном пакете предлагается голосовать как за вещи абсолютно очевидные, так и абсолютно недопустимые. Чтобы любого, посмевшего возражать против этого предлагаемого пакета, можно было демагогически обвинить в чём угодно. И в том, что он гей, выступающий против основ семьи, либо он выступает за развал страны и так далее. Остаётся только предложить добавить в Конституцию все физические законы и учебник географии. Вот как, вот он чётко раскладку делает, да? Потому что вот этот бахит-компот, голосовать за бахит-компот, которые там всё, и помощь собачкам, и бог там, и помощь этим нищим, и гарантированное увеличение пенсии и всё такое прочее. Чего только там не впихнут, и вот он говорит, что закон надо физически это добавлять постоянно в это. Вот закон Ньютона туда добавить и так далее. Чтобы можно было любого возражающего против предложенного пакета обвинять в явном идиотизме, отрицании очевидных фактов. Что же нам предлагается в нагрузку констатации очевидных фактов? Досущая мелочь. Всего лишь изменение конституционного строя. Точнее, легализация сложившегося положения диктатуры олигархии. Совершенно понятно, что личность осуществляющего верховную власть имеет значение только потому, что это удачно раскрученный бренд. На самом деле это лицо фирмы кооператив «Озеро» и личности этих так называемых новых дворян всем известны. Именно их вечное правление нам и хотят навязать. И для этого совсем не нужны революционные достижения медицины по продлению жизни конкретного лица фирмы. Достаточно уже достигнутого уровня пластической хирургии, чтобы наши далекие потомки продолжали лицезреть одно и то же лицо, фамилия которого будет означать уже не личность, а должность. Видите, он повторяет то, что мы раньше говорили, давно в ролике было. Путин – это должность или человек, да, был такой ролик. Ну, здесь с чем спорить-то? Нечего спорить. Ну, конечно, удар обухом по голове власти, как говорится, тут ничего. Ну, после этого, конечно, можно арестовать человека, да, но нужно выждать момент, причину найти, типа вот пять месяцев искали, нашли, потом скажем какую. Далее послушаем. Интересно. Правда, я думаю, что, скорее всего, Россия не переживет не то, что… Просто даже десятилетие еще одного вот этого непрерывного распила и выкачивания последних соков из страны и перекачки этого всего на Запад, где, собственно говоря, и находятся все родственники, недвижимость, и фактически представители именами сейчас и правят, судя по гражданствам тех людей, которые состоят и в правительстве, и в Думе. Политическая реальность в стране стремительно вырождается в сюрреалистический балаган. Было бы смешно, если бы впереди не маячило страшное будущее. И наша обязанность его предотвратить. И страшнее всего то, что нас стараются всеми силами лишить возможности сделать это конституционным, законным путем. И вот было очень показательно выступление товарища, участвующего в разработке всего этого безобразия. уровень вообще... Ну, например, чего стоит только заявление о том, что советская конституция была рассчитана на классовое общество. А вообще-то советский строй был бесклассовым. Это во-первых. Во-вторых, очень симптоматичным является отсылка к Великобритании, Италии. То есть Италия с ее мафией и Великобритания с ее пережитками фактически, рудиментом вот этим... То есть то, что остальные изживают уже окончательно из себя, нам предлагается. Ну, точно так же, как и в образовании мы, из того, что уже дискредитировало себя на Западе, нам это навязывают. Точно так же нам навязывают и в политической жизни. Все вот эти новые дворяне, пожизненные сенаторы. Вот это уже показательно, к чему нас ведут, к чему нас подталкивают. То есть это уже как в Звездных войнах, да? Империя. Ну, вот. Видите, как интересно, да? Очень интересно. Ну, все, ничего не выкинуть из этой речи. Все прямо один к одному. Ничего не соврал. Товарищ ничего не соврал. Это понятно. Ну, конечно, эта речь должна сопровождаться песняком соответствующим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это сопровождение. Ну, я сошлось, конечно, на записи эти. Это была «Боже, царя храни» запись 1915 года. Старинная еще запись, да? И назывался «Ленинградская филармония» уже была там. И это запись «Ленинградской филармонии». Вот таким образом. Ну, причина ареста ясна? Ясна. Слово «Иеуева» упомянул в Суе? Упомянул. То есть имя «Иеуева». Там был такой иудейский царь «Иеуй» его называли, да? И нельзя было его вспоминать в Суе. «Иеуя» этого. Ну, и вот это все новое дворянство. И давайте посмотрим дальше, что тут в ретроспективе-то было насчет этого. Вот нам же говорит из бывших тоже, если мягкий знак не учитывать, то он же тоже. И внешность-то похожа на Шереметьевых, настоящих этих графских род. Это графский род выступает. А ты мне кого? А ты мне сейчас слышали старого дворянства. Кого он критикует? Новые, новых дворян. Вот этих, которые выдвинулись в результате революции 1991 года. После краха советской власти. Ну, который шел непрерывно от Хрущева. От Хрущева и до 1991 года, вот до сложения должности Горбачевым. Это был крах советской власти. То есть, крах какой власти-то? Как она пришла к власти? Они сверли вот этих Шереметьевых советской власти. Это мелкие дворяне, которых было много, и они хотели жрать. Сильно хотели жрать и хотели собственности. И хотели торговли внешней захватить и все такое прочее. И самое главное, земли из-под этих графьев. Почему? Вот эти же Шереметьевы, да? Это крупнейшие землевладельцы, графы Шереметьевы. Откуда происходили эти Шереметьевы? Они происходили вот исторически-то. Можно посмотреть. Это же не трудно. Берем какую-то тоненькую книжечку, да? И читаем тут вот Шереметьевы. Вот. На букву Шереметьевы. Боярская. С 1706 года графская фамилия. А сначала бояре были Шереметьевы. И происходили они из младшей линии рода Андрея Кобылы. Которая упоминается в 1347 года. То есть еще жил Сергий Радонежский. А уже вот эти вот Шереметьевы, они и упоминались. Основатель фамилии правнук Федора Андреевича Кошки. Ну а Кошка это после Кобылы там пошли Кошки. Захариной, а потом вот эти Романовы, да? Они были сначала под Рюриковичами. Ихними боярами, дворянами. А потом его захватили, постепенно вытеснили. В середине 16 века пять внуков Шеремета этого. Ну а как фамилии-то оно? Шеремет оно и на турецкий Рад расшифровывается, и на этот. Черемис, да? Черемис, Шеремет это разное есть. Есть, связано с поверхностью земли, потом с быстротой. Быстрый такой человек, скорый и так далее. Ну, фамилия явно тюркского происхождения. Ну и по виду-то вот этот наш депутат, этот Провдоруб, он тоже на Черемисе похож. Что там говорить? И вот, значит, богатейшие землодейцы были. Вот пять внуков этого Шеремета. Из них наиболее известный Иван Большой Васильевич, скончался в 1577 году. Боярин с 1550 года, воевода. В 1555 году возглавлял русскую армию в походе на Крымское ханство и в бою при судбищах. Вот так вот. Член Избранной Рады. Вот как у нас сейчас этот Шереметик, он член тоже Мосгордума, да? В 60-е годы неоднократно подвергался опали. Вот видите, тоже опали. Это, значит, у них наследственно, у этих Шереметик. Подвергаться опали, потому что, правду, матку любили, да, наверное, тоже рубить с плеча. Дальше что получается? Так, Фёдор Иванович Третий представился в 1650 году. Примыкал к антигодуновским кругам. При Годунове тоже был в оппозиции. Вот. И сослал был в Сибири. В 1601 году Годунов его сослал в Сибирь. Приложа Дмитрия Первым, получил боярство опять, вернулся. И возглавлял русскую армию, подавлявшую народное восстание в Поволжье. Вот так вот. Вот реакционная роль. Так же как в Крыму, да? При царе Михаил Фёдоровиче в 1633-45 годах в составе правительства фактически стал его глава Борис. В 1642 году в апреле Борис Петрович. Госдеятель тоже боярин. Матвей Васильевич, рожденный русские воеводы с 17 века. Участник русско-польской войны. Видите? И русско-шведской войны. Василий Борисович Шереметьев представился в 1682 году. Гос. И военный деятель России с 17 века. Возглавлял ряд приказных приказов. Руководил, ну, министерство. Руководил действиями русских войск и украинских отрядов на Украине в 1654-56 годах. И во второй войне 58-60 года. После капитуляции под Чудновым был выдан поляками Крымскому хану. Провел в плену 21 год. Вот даже это провел в плену. Не убили. Борис Фёдорович был такой тоже. С 1652 по 1719 год. То есть хорошо пожил. Пётр Борисович тоже. Это Шереметьев, да? Ну и другие такие были Шереметьевы. Вот. Какие еще знаменитые. Камергер был при Завете Петровне. При Екатерине Второй был один. Камергер вел строительство дворцов в усадьбе Кускова в Останкино. Содержал крепостные театры, хоры и оркестры. Собиратель ценнейших коллекций предметов искусства. А Николай Петрович с 1751 по 1809 год. Это уже даже до Петровских времен. Оберграф Маршал. Действительный тайный советник. Сенатор. Основатель Странноприимного дома. Богодельни. Ныне Институт Склифосовского в Москве. Дмитрий Николаевич Третий. Скончался в 1971 году. Гофмейстер. Попечитель Московского Странноприимного дома. Коллекционер. Меценат и благотворитель. Сергей Дмитриевич Реметьев. Есть. Скончался в 18-м году. Был рожден в 1844 году. Член госсовета. Председатель археографической комиссии. Редактор журнала «Старина и новизна». Автор ряда работ по истории России 16-17 века. И Александр Дмитриевич Третий. То есть Шреметьев. До 19-м году музыкальной деятельности. Композитор. Основатель музыкального старецкого общества. Руководил придворной Перчинской капеллой. Ну, там были еще многие другие родословия. Шреметьев в этом родовиде составляет 250 человек. Ну, среди них вот такие Шреметьев, как, по-моему, Александр Дмитриевич. И Павел, по-моему, Александр Дмитриевич, Сергей Дмитриевич Шреметьев. Они владели... Село Вороново такое было. Вороново по одни прикупили. Много у них. Среди них вот в село Вороново. Почему я отмечаю. Там работал один из моих дедушек. Он был ветеринаром. Это у них был там конный завод в селе Вороново. Вороных лошадей выращивали для российской армии. Вот дедушка был один из них. Из дедушек ветеринар был. Вот поэтому я помню. И вот последний был Вороново владелец как раз в 18-м году скончался. И сразу советская власть, конечно, конный завод этот взяла себе и образовала хозяйство. И дедушка продолжал там работать уже управляющим этим конным заводом. Фактически управлял, вел хозяйство до 1948 года. Вот таким образом. А другой Сергей-то, он был флигель-адъютант Николая Второго. И он с ним рос. Шереметьев, вот этот Сергей Дмитриевич. Сергей Дмитриевич. Брат вот того. Они вместе владели этим Вороновым. Но он в Вороново не появлялся. Он в основном в Финляндии рыбачил, охотился. Учился. Играли с детства с Николаем Вторым. Потом он, значит, учился и до полковника дослужился, до флигеля-адъютанта. Но обязанности свои выполнял формально. И уже, значит, ему доверил вот Николай Второй, когда уже стал царем. Вдостающая императрица, значит, Мария Федоровна. Поехал в кругосветное путешествие. И он ее сопровождал. Вот этот вот Шереметьев Сергей Дмитриевич. И в дальнейшем он так не возвращался. И даже в Первую мировую войну он уже не появлялся, а был все время в Финляндии. И так в своем умении в Финляндии жил. И только под конец жизни, а скончался он в 43-м году, под конец жизни он переехал жить во Францию. И скончался там во Франции в 43-м году, в самый разгар войны, да, можно сказать, в 1943 году. Пожил хорошо, но многие его, значит, многие его дети, там у него, у этого Сергея Шереметьева, чуть не восемь детей, там, или шесть детей, и все они породнились там, и с Романовыми породнились, с этими знаменитыми фамилиями, и все они вот эти знаменитые старинные фамилии, как Шереметьева, там, всякие Трубецкие, потом вот этот Голицын и все эти все, они все вылезают, сейчас вот опять они вылезают, правильно? Так же, как вот этот Шереметьев в доме вылезает против нового дворянства, да? А новое дворянство это кто? Это вот как раз потомки большевиков тех, которые, мелких дворян, которые снесли, потомки Дзержинских, Дзержинский это кто? Это мелкий помещик этот, разорившийся польский помещик. Ленин это кто? Это дворянин тоже, это дворянский чин получил его отец, он уже потомственный стал дворянин. Александра Федоровна, то есть Александра, Мария Александровна, его мама Ленина, она же тоже относится к роду тех же самых, из которых пришли Гаштин-Гатулровский. И мы рассматривали это, его родословие до 1300-х годов, родословие Ленина мы рассматривали. Был ролик длительный, на полтора часа больше даже, да? И вот, значит, эти мелкие, мелкие они как? Они сменили просто афиру, ну как вот сейчас тоже, сменили коммунисты же как? Они тоже, вот эти мелкие коммунисты, все поганенькие предатели, спекулянт, которые любили галстуки красивые, стиляги вот эти все, спекулянты, фарцовщики, вот они же были, они из Компартии вот эти вот, и пролезли туда вверха, даже стали премьер-министрами, ездили в Англию за галстуками и за пластинками. И вот эта вся шпана, которая коммунистическая, молодая поросль, она, собственно, и завалила, почему? Потому что те коммунистические бонзы, они уже не хотели, там геронтология такая была большая, не хотели никуда уходить и не пускали друг друга на пенсию даже, не пускали вот Брежнева, да, не пускали, он уже хотел уходить, уже приемника нашел. Приемник не устроил вот это бюро, они убрали и приемника, и убрали и Брежнева, отравили. Как вот Навального, да, это примерно так же, да, только наутоп сразу, наутоп и все. Легкая таблетка и снотворная, да. Вот таким образом. Все время меняются те же самые молодая поросль «Дети против отцов», как в романе в этом «Отца и дети», да. А теперь отрицание отрицания закона. То есть вот эти древние фамилии, которые снесены были в 17-м году, они все возвращаются и уже тоже стремятся сыграть Божий царя храни. Но с привлечением старого двореца. Откуда вот это старое дворец, мы видим, что оно идет тоже новое, при Рюрихе возникло, оно в 1347 году только оно возникло, все 700 лет только назад. А до этого было, что там, Рюрихе полно было до этого. С 800-х годов там это было еще, тысячу лет назад надо считать. Ну нет, еще 500 Рюрихов первых. И, значит, также и романовских сносили всех, потому что пришли вот эти кошки Закарева, кобылы, они расплодились, и земли-то надо отымать. У Рюриховича это мать, они стали отымать и сносили, их просто физически сносили. Так же, как вот этого Годунов заменил, все это уничтожил физически вот этого царевича Дмитрия, последнего Рюриховича. Ну а он тоже с Рюриховичем был родня, и жена-то у него была от Рюриховичей. То есть все вот это вот завязано, они друг друга сами сносят. И сейчас вот это вот, когда в 91-м то снесли, они уже жирку набрали, как сказал вот этот царь, царь нового времени, да? Царь нового времени уже он приближается к царю иудейскому. Почему? Потому что подкладка вся сейчас, идеологическая подкладка, если раньше была христианская, то сейчас псевдохристианская окрашена под хаббат. Незапрещенное движение в стране, но хаббат маскируется под церковь православную. Да, как вот этот вот бывший уголовник, опальный монах-то Сергий, вот этот Романов. Он замечает правильно, потому что там вверху православной церкви уже хаббатники все, начиная с патриарха хаббатники сидят. Уже они экуменизмом связаны, ну, со всей мировой вот этой бандитской шпаной. И как советское власть устанавливается? Вот эти мелкие дворяне, они с кем скооперировались, чтобы снести царизм? Царизм была, что мощная машина была, да? Поэтому очень долго приходилось свергать, ну, со времен Маркса, вот с 1848, смотрите, сколько готовили эту революцию. До 17-го года, это больше полвека, почти 60 лет готовили эту революцию, пока не собрали вот этот базерский конгресс всемирный, где вот эта программа была намечена, и не только на вот эти революции и три войны, да, программа намечена была, но и установление всемирного царя, к чему идет сейчас весь процесс, почему этот ковид всемирный стал. И когда большевики, но большевики тоже у них был подклад Кахабадской, там бунт все решал, все бунт, хотя Ленин там трепыхал ногами, но фактически бунт и захватил всю власть, почему у нас появилась еврейская автономность сразу, когда организовывалось вот это все, РСФСР-то организовывалось, да, и СССР, и резко оттанавливалось. Значит, бунт, победил он себе кусочек там хорошей земли, где виноград растет, все там, там же виноград растет, зверье, природа, погода, все хорошее, само кусочек они и вдалеке, чтобы никто их не замал, как говорится, себе кусочек земли. Это подкладка вот этой революции 1917 года. А вот эти-то дворяне, которые Шереметьевы, они сейчас опять набирают обороты, почему? Потому что они набрали жирок на Западе, и у них-то капитал-то остался очень большой, что хотят сейчас перехватить вот эти молодые-то, которые пришли в 1991 году, молодые дворяне, которые захватили уже землю. А большевики, когда захватили землю, они вместо помещиков у них стали председатели колхоза, председатели совхоза. Называться по-другому. А сущность такую самую, они раздали землю своей номенклатуре. И фактически не сменяемая номенклатура, как вот он был, так он и есть председатель колхоза, там секретарь райкома назывался, а раньше он, допустим, барон, потом, значит, этот граф там он областью руководил, и потом, значит, боярин это был член, допустим, ЦК, а член политбюро это был уже, как говорится, супер там, тайный советник, о, тайный советник, только названия сменились. А суть управления осталась та же царской. И законы, все царские действия только по-другому стилистически изложены, и подменена даже была алфавит, был заменен русский язык, то есть новый право писания. Это крупная революция была, и сейчас тоже хотят сделать, вот Жириновский предлагал букву «Ё» убрать, и Казахстан переводит на латиницу, и у нас в предложении тоже русские буквы, просто писать латиницей вместо русских букв, русские слова писать вот только по английской транскрипции, допустим, по римской транскрипции. Вот таким вот тоже революция, и плюс еще что-то основополагающее то, что конституции, вот это все стали конституцией, конституции, и вот эти думы, ну, раньше тоже думы были, они еще в древности тоже были эти думы, но они по-другому назывались. Вот такие дела, то есть революция-то, она непрерывно как-то идет, непрерывно, как трава вот растут вот от нового поколения, и как от нового поколения, а старая трава желтеет, и она постепенно теряет власть и потеряет контроль. Но отличие от старого времени заключает в том, что раньше вот эта вот трава, как говорится, старая и новые трава, они были практически одинаковые. То есть если вот росла на этой земле, допустим, чертополох, то следующее поколение тоже чертополох, и так 300 лет один чертополох. А сейчас нет, сейчас вот, допустим, там вот с 91 года 30 лет вот этот чертополох растет, а уже начинает пробиваться другой, вот опять старый вот этот осод пырей, допустим, или камышей, уже более болотистые камыши начинают пробиваться. То есть другая совсем порода людей, и идет же, хотя они по наследству пытаются все передавать, и так и передавали, еще по наследству, по рождению, по родам, все это передавали свою власть. А сейчас они, когда вот эту генетику включили, тут переворот, революция произошла, они поняли, что у них ихние вот эти выблитки и выродки, они вырождаются. Если раньше они были такие породистые, то уже через одно поколение у них появляются дебилы, идиоты Тивила Павла Первого. То есть, а Павел Первый, это же, мы имеем вот этот образец, это Лукашенко. Это уже вырожденный Павел Первый. То есть, а Павел Первый, ну, какого-то меньшего размера. Ну, не физического, а умственно-морального состояния. Это тот же самый Павел Первый. То есть, вырождение идет, вырождение, и очень быстро. Потому что умственное состояние, влияние окружающей среды, вот эта урбанизация, стремление всех сбить в города, оно сыграло отрицательную роль. И это ускорило исторический процесс. Сейчас уже вот дебилизация очень растет, поэтому все время по радиусу слышу, вот, Петя там родился такой, родился такой, перечислите столько-то денег. Вот, и чтобы его поправить, этого Петю, а дальше куда он нужен, этот Петя, допустим, Шереметьев, да? У Шереметьева есть какой-то там выродки рождаются. Ну, вот у этого казахстанского вот этот вот наркоман родился. Сейчас он помер, какой-то Назарбаев, да? В Англии представился. Как он-то представился? Неизвестно. Ну, выродок уже, выродок, что там говорить. И также у каждого быстро очень его рождается. И мы сейчас посмотрим. Собственно, вот эта критика, она правильная критика-то. Вся критика правильная. Потому что это не он говорит, а говорит сама природа. Да, он защитник природы, это Шереметьев выступает. Защитник природы и московской, и подмосковной. Ну, где, собственно, его предки-то имели земли, да? И все это он хочет вернуть. И новые вот это вот бояре-дворяне, это озерные питерские, вы Петровские, а мы до Петровские, мы от кобылы. Мы должны вас потоптать. Вот за это он был арестован. Ясно, да? Понятно, мы слышали речь. Ну, еще много таких у него речей было. И как сфабриковано было против него дело. Против этого Шереметьева Олега Михайловича. У него было там помощника, помощница, скажем, да? Депутат имеет такие полномочия, что он может иметь помощниками и финансировать этих помощников из бюджета Думы. Дается ему энная сумма на помощников. То есть он дается энная сумма, он может иметь пять помощников, может иметь двух помощников, но между ними им давать побольше, значит, зарплату. Он сам хозяин этим помощником, как вот своя команда. На это ему даются деньги. И вот, значит, кроме зарплаты он помощником может выписывать премии за хорошую работу. И вот он, значит, одному и помощнику выписывает премию. А вторая помощница уволил вторую помощницу. Потому что она, наверное, не делилась с ним. Бакшиш-то обратно. Это кэшбэк, не бакшиш, а кэшбэк. Разные языки перепутал. Вот кэшбэк она не возвращала, а этот возвращал. И она посчитала сумму, которую там вот кэшбэк вернул. А, видимо, он ей давал, а потом он не давал и уволил. И она написала на него телегу. И с этой телегой, значит, пришли к нему. Взяли под узды. И, значит, поскакал он в КПЗ. Ну, правда, недолго. Он от КПРФ уступает. От графа бывшей. Он уступает от КПРФ. И, значит, КПРФ его спасло. КПРФ Наградск-Каразбальдов тоже свой бакшиш делает. Вот такие дела. И мы сейчас посмотрим, ну, до чего докатись эти графья, к чему они пришли. Вот эти потомки графья. Кем они стали? Вот день рождения его. Двадцать первого восьмого. Его арестовали двадцатого восьмого. Шестьдесят пятого года. Ну, что им это? Тридцать пять. Оу! Только возраст очень хороший. Тридцать пять до двадцать. Ему пятьдесят пять. Ух ты! Как раз такой круглая дата его. Вот и две пятёрки здесь, да? Две пятёрки и две восьмёрки. Сумма тринадцать. Такой, ну, рептилоид, видите? Уже рептилоид. И вот если он двадцать второго, то у него вообще сумма четырнадцать. Опять же дельта ноль, видите? Но здесь у него что, какое отличие-то? Здесь у него появляется такая восьмёрка, да, хорошая. И две девятки юмор. Но вот этого юмора я у него не замечал. Нет этого юмора. То есть эта матрица совершенно отрицается. Она неправильная. И, скорее всего, вот эта матрица правильная. Интуиция большая, да? Но он видит, что надо сносить систему. И выступает он на снос системы очень логично и гладко. И всё общество резонирует с его выступлением. Это понятно, да? Потому что власть, она уже начала, как говорится, желтеть. И она не воспринимает окружающую среду. Готовится уже к своей спячке до следующего своего цикла. Через своих уже новых там выблотков или там какие у них будут эти выблотки. Точнее, выблотки и выблотки. Выблотки – это одно и то же. Потому что раньше было выблотки, а потом кто-то взял на букву Я заменил. А выблотки – это значит, что блудили люди и получились вот эти вот потомки. И вот видите, он под влиянием непорядочных людей. Но очень такой честный человек, порядочный, готов помогать другим, но зачастую идёт под влиянием непорядочных людей. А кто эти, говорят, что люди? Это Копареев, это Зюганов. Это же предатели. Они же предали страну, а ту власть-то они предали. Тут порядок. Именно через них было предательство всё. Почему это? Прямо и президент их обвинял, что вы, коммунисты, виноваты в развале СССР. Всё. И Зюганова тоже он также честит. Когда Зюганов начинает рот открывать, а он его спрашивает, а где ты был в 1991 году? К чему ты призывал народ? Вот таким образом. Значит, голосовал по праву Конституции. Был опрессован по доносу бывшей помощницы Ирины Кузнецовой в день своего рождения, 21-го, 8-го, 20-го. Ну, 20-го он был. А сейчас под домашним арестом сидит. Защищение крупной суммы денег, которую он якобы, да, кэшбэком получал от второго помощника. Как его характеризует? Вот я к чему это... Как ему надо было себя вести, если бы он знал свою матрицу? Потому что они графья, там всё-всё. Но они этой наукой пренебрегают, они считают, что там они умнее всего. А здесь ещё до его рождения всё это написано, про него всё написано. И всё в точку. А если бы он знал, он бы постерёгся. Вот здесь что написано? Сентиментальный страстный характер. Вкус к приключениям в третьей фазе жизни могут подвести и лишить спокойной старости. Ну, вот авантюристические такие заскоки. Он рождён вот кого? Змеи, хотя он и мудрый, да, но в третьей фазе жизни у них бывает проруха, на них реки Китая выскакивает. Против него всегда плетутся интриги. Вот, видите, написано. Он ещё не родился, а это уже было написано. Против него всегда плетутся интриги. Хотят выжить с его законного места, лишить премии. Видите, даже слово премии там есть, было. Но он не читал, он же нам не заказывал свою матрицу, чтобы мы ему показали, что ему нельзя делать, что можно делать. Ну, вот и тоже правильно записано, нельзя перетомляться, так как он работает на износ. Ну, это видно, что он очень унылый такой. Его часто просто не понимает никто, так как он по своему интеллекту, вот две пятёрки у него, да, достигает больших высот везде, где работает. То есть, и в то же время тоже отмечено, может быть, как героем, так и мучеником. Вот как его вывезет кривая, он с этой авантюрным своим наскоком будет мучеником. Видите, он почему-то в мученики захотел, а не в герои. Ну, как дальше у него карт сложится, как он повезет ему, да. Ну, тут были такие вот, тоже наскакивали на власть, а потом, значит, на четвереньках приползали. Вот такие приемы у Жириновского, скажем. Он на власть наскакит, наскакит, а голосует так же, как ему Володин скажет, так он и всю фракцию голосует так же. Это, как говорится, за одну однопартийную систему фактически. Ну, вот тут признаки уже такой двухпартийности появились, потому что КПРФ уже даже не только Зюганов начал обличать, но и простые депутаты Мосгордумы, да. А скоро как раз выборы в Мосгордуме, здесь надо показать свое политическое лицо. Вот с этим связаны были выступления как раз и Шереметьев, это и есть. Ну, то, что он говорит правду, в этом нет сомнений, потому что человек порядочный, защитник природы, это, как говорится, перегретый тумберк у нас наш, да, перегретый, перестарелый тумберк. Грет Тумберг, защитник природы. Вот таким образом, это мы по графским развалинам и периоду, вот эти периоды, и мы пришли к тому, что вот эти графские роды, то они все, почему они графские, почему родословие соблюдаются, почему вот именно написано про него, допустим, не скажем, про владельцу вот этот колокольный заводов, который там Петрович, по-моему, какой-то, Петр Николаевич, или Николай Петрович, вот этот финляндский был такой. С 1894 года владелец Московского колокольного завода. Завод финляндский, он так назывался, он для Парижа колокола делал, для всего, для всей Европы, классные колокола, тут хорошо украшены и хорошо звенящие, и с гарантией. Ну, а если заказчик не устраивает, бесплатно переливали вновь. И вот колокол на Тройсо-Северский лавр, он уже сейчас при современном заводе, да, отлитый, он хрипит. Вот большой колокол повесили при Путине и при Медведеве, при Патриархе, там Алексея, по-моему, еще его повесили. Как он начинает звенеть, это не то, его бы надо перелить. Ну, кто там будет снимать, переливать? Качество уже не то. Но про этих людей мы ничего не знаем. А вот про этих, которые в рептилоидов превратились, тщательно все сохраняется. Особенно много рептилоидов среди церковников. Это сплошь. И заметьте, у них даже вот эти жития, это написано так, что все вот эти как бы святые, и они все, про каждого все это записывается, все хранится, все это все тщательно переписывается. Хотя там зачастую все истории, это не Дмитрий Ростовский писал, а уже потом писали и переписывали сказку. Сказки пишутся про них хорошо, прекрасно. Там и такие сказки, что Колобок отдыхает. Здесь надо быть очень внимательным. Вроде бы человек говорит правду, а Поп Гапон тоже говорил правду. Он такую матерую правду говорил, что это жуть. И когда за ним народ пошел, пушки сработали. Выстрел произвучал, и народ лег весь на этом. Крова воскресе побоище получилась. Крова побоище. Это когда народ пошел за тем, а почему? Потому что так обычно действуют, называют козлы отпущения. Именно они их покрасят, и они блеют хорошо. Почему? Потому что их там хорошо накормят. Используют его даму графскую фамилию, что вот, граф, мы тебя все равно не тронем, не зарежем, и не отравим, как Навального. А просто так вот арестуем тебя немножко, потом сразу выпусим, чтобы ты был авторитет для тех коммунистов, которые будут нас критиковать, власть по-настоящему. И готовы будут на все, на выступления, как в Белоруссии. И нам нужен такой козел-то. Почему? Он же всех соберет и повезет в убойный цех. Поведет в убойный цех. Где он? Он же пришел и сказал, ух, там, это, туда, сё. Ребята, здесь так нельзя. Вот пойдемте туда, там нас накормят, напоят, все, все снесем там, все. Вот там кормежка хорошая, надо только вот забор снести. Ну, и пошел забор сносить, там, у всех положили. А его отпустили, и все, и он дальше продолжать, вот как этот Ефрем, да, всех шесть детей, пять жен, да, и продолжать работать, да. Он свою роль сыграл уже, козла отпущения, там, в искусстве. Он провокировал, там, этих деятелей искусства, которых травили, вот этих всех, Верзиловых, там, этих, Пусирайских, Павленского и всяких других, которые уже не знали, как вылезти, какой перформанс сделать, чтобы вылезти из-под вот этой резки этих провокаторов, типа Ефремова, потом, там еще артисты есть, которые тоже вроде против власти, а потом они, оказывается, запутинцы, когда они совершат преступление, они становятся резкими запутинцами. Вот таким образом. Осторожнее надо быть, потому что, находясь в стороне, в процессе, видно, куда идет. А если мы идем в толпе, мы не знаем, куда идем, тем более направляющий путь нам, путешественник, главный путешественник, нам не говорит, куда он нас ведет. Вот, пойдемте за мной, ну, все. А куда мы пойдем? А вам какая разница? Молчите, я вот веду, я знаю, куда. Потому что это все секретно. Ну, и не говорите, куда мы идем. Все. Вот так. А куда мы сейчас идем? Мы видим, мы идем к царизму. А позиции, вот эти Шереметьевы, они нас приведут прямой дорогой. Вот эта критика, она, а куда его? Вот к Шереметьевым давай опять, к старым дворянам, от новых дворянам. Потому что новые наплодились. Вот сейчас папы плодятся по 10, по 12 человек там. А эти иудеи, так вообще там по 20 у них уже там. И куда-то их девать-то надо. Значит, вот это вот надо, новые вот эти дворянцы сносить и заменять, и опять эти делить куски природы, погоды и так далее. Квадратные метры, километры делить. И везде ставить своих смотрящих. Смотрящих. За колхозом, за совхозом, за горком, мопкомом, и райсоветом, и педсоветом. Вот таким образом. Графские развалины, много с Пифагором можно научиться, да. Осторожнее быть надо с этими древними родами. Древними родами. Там один мягкий знак, мягкий знак стелит, да, но жестко будет спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова